Выросли показатели банков второго уровня. Драйвером стали розничные вклады населения. На конец марта этого года на счетах финансовых институтов было собрано 16 трлн 622 млрд тенге. Мой коллега Владимир Бовкис пообщался с экспертами и выяснил, каких изменений стоит ждать на рынке депозитов. В марте депозиты населения в денежном выражении превысили отметку в 7,5 трлн тенге. Это на 9,2 процента больше аналогичного показателя прошлого года. Вклады юридических лиц также показали положительную динамику. Рост 1,1 процента. Но несмотря на весенний всплеск, в целом за первый квартал 2017 года депозитный рынок ослабил позиции более чем на 3 процента, поясняют эксперты. С точки зрения депозитов мы, начиная с января-февраля особенно, видели большой отток. И мы это, в принципе, когда аналитику нашу готовим по банковскому сферу, мы это связывали с вот этими слухами о проблемах банковской системы. Казком негативные новости, и Дельта банк, и Казинвест банк. Немножко перелом прошел только в марте. Вместе с тем банки заинтересованы в дополнительном привлечении длинных денег от населения и компаний. Сейчас банкиры совместно с регулятором обсуждают возможность внести в законодательную базу норму, позволяющую казахстанцам размещать средства в коммерческих банках на определенное время, раньше которого вклад не может быть возвращен. Это как дополнительный инструмент, который позволяет банку гарантировать. То есть, если я, например, выпустил этот депозитный сертификат на 3 года, на 5 лет, это долгосрочные деньги, я выдал кому-то на покупку оборудования или строительство здания на те же 5 лет, я имею этот, и я готов по таким депозитным сертификатам платить большую процентную ставку. И тут уже опять это должно быть решение вкладчика. Появление новой услуги, по словам экономиста, не должно внести дискриминацию ни банкам, ни их вкладчикам. А вот решение, доверять ли свои кровные сбережения коммерческим банкам на год или более, должны принимать казахстанцы самостоятельно. Владимир Бовкис, Валентин Лобанов. Итоги дня Алматы.